Инна 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 было день рождения, и мы отмечали это за городом. И он мне говорит, мне нужно срочно уехать. Я говорю, куда? Время 11 вечера. Куда ты поехал? Мне нужно срочно уехать, Инна. Я говорю, я поеду с тобой. Нет, ты со мной никуда не поедешь. А мы так, чтобы, естественно, друзья это не слышали и не видели, мы разговариваем с ним в ванной комнате. И он говорит, Инна, я уеду. И я понимаю, что его начинает колотить. И я понимаю, что он совсем другой человек уже. То есть тогда он мне, в общем-то, и признался. Он устроил такую истерику мне там. Отпустили его? Отпустила, потому что я первый раз вообще испугалась, что это такое. Он устроил истерику, он просто начал биться головой. Маму родную продадут, детей своих дадут. Да, он начал биться головой, то есть я закрываю дверь, он меня просто отшвыривает и говорит, ты мне кто? Да. Ты кто? Уйди. И то есть я опешила, естественно, его отпустила. Что потом происходило? Вы для себя не сделали заметку, что все, это не мой человек? Это у меня как земля ушла из-под ног. И вы включили программу «Спасу любимого»? Да. Включила программу «Спасу любимого». Кому обратились в первую очередь? Обратилась к матери. К его? Да. Она была в курсе? Она была не в курсе. А хотела быть в курсе или ее устраивала? Устраивала. А нормально вы мужчину не идете? Ну, мать включила... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что делать? Я не знаю, не знаю, что делать. С ним разговаривали? Да, я все брошу. Он в отказку? Или нет? А, все брошу. Помоги мне, я все брошу. Стали помогать? Стала помогать. К специалистам обратились? Обращалась к друзьям сначала, друзья все отвернулись. Мои друзья все тоже от меня отвернулись. Потому что стали говорить о том, что с кем ты связалась, это не твое, и мы тебе здесь не помощники. Мама активна была? Мама и его? Нет. Абсолютно никак. Она возложила все это почему-то на меня. То есть она поняла, что... Почему к врачам не обратились? Я обратилась к врачам через какое-то время. То есть, наверное, через месяца-два после вот этого вот всего, как я узнала сначала, я пыталась как-то сама поговорить. Я просто думала, как лучше все это сделать, и обратилась к врачам. А вы понимали вот свою степень ответственности? Вы понимали, что взяли на себя непосильную ношу? Не до конца. Он говорил все время, что это зло. Он хотел бросить. Я видела, что он хотел бросить. В какие-то моменты. Сколько вы с ним были по времени после того, как узнали? Пять лет. Да что вы говорите? Пять лет? Девочка моя дорогая. Он бросил. Бросил через сколько? Я обратилась к врачам, и врач мне сказал о том, что я попытаюсь вылечить, но мне нужен месяц абсолютной чистоты трезвости. Я не буду скрывать этот месяц, как бы это было постоянно. То есть, срывы. То есть, мы опять начинали. Он один кафт подменил другим, пить стал? Пить стал. Ну, я считаю, что лучше, ну, надо помогать. Помогать, не бросать человека в беде. То есть, на самом деле, наркотики – это беда. Скажите, а ваши родители в это время были в курсе? Я сейчас прошу огромное прощение у своей матери. Попросите. Камера. Мам, прости меня, что заставила настолько тебя переживать. Я знала, как ты переживаешь. Я знала, как тяжело тебе, но что ты молчала и принимала все это. А мама не говорила, брось, у тебя вся жизнь впереди, ты молодая девочка? Говорила. А вы что? Меня не переубедить было, Ларис. И вот вы, пройдя этот круг ада, проблемы с мамой, видя, как она страдает, переживает, он вдруг становится трезвым, бросает наркотики, и вы с ним расстаетесь. Почему? Миссия, наверное, что ли, была выполнена. По-моему, я еще не отпустила от него. То есть, она переживает на эту тему. Ну да, она так рассказывает, как будто вот она еще в этих отношениях очень-очень. А тут она прям переживает. Видно. Детка, то, что вы расстались, правильно сделали. Молодец. У вас другая судьба. Вы должны проживать свою жизнь. У вас мама, как говорится, не для того рожала. Ну, 4 года полностью со мной, больше он ничего не употреблял. То есть, после этого всего, да. А что же стало последней каплей ваших отношений? Вот когда я даже сейчас вспоминаю это, я даже не пойму, что последней каплей стало. Просто она так отдаляется, отдаляется. А кто кого ушел, я так понимаю? Нет, она молодец, что она рассталась, потому что на самом деле сложно, сложно вернуться в прошлое. Дорогая моя, что хотите сегодня от жизни? Устала надрываться. Надоело быть психологом, мамой, кем угодно для мужчины, а не любимой женщиной. Да, мой золотой. Правильно, все правильно говорите. Поэтому для любимой женщины какой нужен мужчина? Как вас нужно любить? Дорить подарки, возить отдыхать, мыть вам голову по субботам, делать массаж. Говорит, что рад какая ты прекрасна. Готовить завтраки. Что, что? Ну, конечно, прежде всего надо быть любимой женщиной, чтобы у вас семья, она должна быть гармоничной. Я вообще самодостаточная на самом деле. Спасибо, у вас будет бездельник, лузер, потому что вы самодостаточная. Вы же психолог, вот вы смотрите, вы первая делаете ошибку. Самодостаточный человек это тот, кому себя достаточно. Тогда вы не нуждаетесь в партнере. Все, точка. Вы же психолог. Я понимаю, о чем вы говорите, я не закончила просто. Конечно, я являюсь самодостаточным человеком в принципе, но мне нужна вторая половинка. Я устала, мне нужен сильный мужчина рядом. Что хочу сказать, ну, как психолог-психологу. Дело в том, что мои наблюдения, особенно в профессиональной деятельности, говорят о том, что любовь и отношения это разное. Дело в том, что когда вы думаете, что если вы полюбили, то отношения выстроятся сами, особенно хорошие, но неправда. Конечно, нет. Сначала вы отношения построите, ну, с мужчиной, с которым это возможно, а потом любите себя на здоровье, кто вам, собственно говоря, мешает. Поэтому сегодня я бы очень хотела, опять как коллега-коллеги, чтобы вы посмотрели уже даже с профессиональной точки зрения, а почему бы нет. Посмотрите, с кем вы сможете построить хорошее отношение. Ну, а что любовь, она не заставит себя долго ждать. А я вам подскажу здесь. Она очень держится по-королевски. Она, в ней нет вот такого, знаешь, жеманства такого, немножечко такого, ну, так сказать, очень она такая точеная. У вас вот этот царственный взгляд, вот такая осанка, вы очень к себе хорошо относитесь, но вы себя чувствуете полноценной только если вы кого-то откуда-то вытягиваете. И такой тип женщин, как вы, от одного кошмарного мужчину попадет не обязательно к наркоману, ну, может быть, к бездельнику или того, у кого не будет с работы получаться, его будут отовсюду выгонять и так далее, и так далее. Полюбите достойного, у которого практически все хорошо. Жизнь Лины может всякое случаться, но полюбите вот такого нормального, который учится, работает, который без особого проблем. Лариса, она нормального не превратит в кошмарика? Тоже есть, понимаете, есть, будете дуть на воду теперь, конечно же, обжившись на воду, но это такой определенный тип. Человек, который пережил такое, мне кажется, не позволит себе, ну, чтобы был рядом какой-то слабый дух. А что звезды? Я думаю, что она действительно, в первую очередь, сильная, самодостаточная женщина, но здесь есть три типа брака. Вот первый как раз детский, тот, который, скажем, материнское чувство, которое вы отдали, исчерпали, и все. Вам этого опыта будет достаточно навсегда. Да, реально, она будет всегда, сталкиваясь с подобными мужчинами, слава богу, вспоминать, она будет всегда вспоминать, что это с ней уже было. Второй опыт брачный, это как раз вы сами. Вы реализуетесь в браке блистательно совершенно, потому что там у вас и Венера, и Марс, и Солнце, раскроются все ваши способности, раскроются все ваши возможности. В этом году у вас будут прекрасные шансы это сделать, уже хотя бы начать, понимаете, отношения. И третий тип брака, может быть, это будет в позднем возрасте, он для детей. Она достойна меня. И ты достойна ее, и она достойна тебя. Вы гармония. Идите, знакомьтесь. Привет, Инна. Меня зовут Борис. Я постараюсь сделать, почувствовать себя женщиной. АПЛОДИСМЕНТЫ Борис, 33 года. Работал фельдшером, воспитателем в детском саду и учителем в школе. Сейчас руководит отделом спортивной ресоциализации в Национальном антинаркотическом союзе. Увлекается кикбоксингом и ведет здоровый образ жизни. Мечтает открыть свой спортивный зал и заниматься с инвалидами. Борис признается, что променял семейное счастье на запрещенные препараты. Но два года назад решил круто изменить свою жизнь. Надеется, что Инна не смутит его прошлое. Борис, а что вас заставило, подтолкнуло, спровоцировало принимать запрещенные препараты? Ну, трудно сказать. Все как бы началось с малого, как всегда. Вы занимались спортом? Вы были боксером, да? Да. Успешным? Ну, выступал. На ринге были победы. А после в уличной драке получил сильную травму позвоночника и не смог продолжать участвовать. После этого сначала алкоголь, потом так называемые легкие наркотики. Дальше больше. Энергию некуда было девать? Ну, да. Может быть, все-таки ей нужен кто-то поспокойнее, поинтеллигентнее. Вы ведь даже, будучи наркоманом, женились? Да. И она долгое время ни о чем не подозревала? Ну, да, она не подозревала, просто, ну, как бы я выглядел, я чувствовал себя хорошо, я, то есть, был в таком... Спортсмен, ну, потому что здоровье-то лошадина и возраст молодой. И поэтому она, ну, да я как бы не придавал значения, я тогда себя не считал наркоманом. Я не думал, что у меня есть проблемы. Вы сами ей признались? Да, да, я признался. И она как настоящая русская женщина? Ну, поначалу нет, там, ну, не понимал, что, насколько это все глубоко, но дальше больше. И через какое-то время это стало сказываться на наши отношения. Скандалы? Скандалы, конечно. Детей не родили? Родил. Ну, не жалко было, да? Ну, вы понимали, ну, хотя бы детей бы не рожать в это время. А сейчас все в порядке с ребенком? Да, все отлично. Сколько ребенка? 15 лет. Он чем-то похож на Бандераса. По взгляду, пронзительному такого взгляду. Сколько было ребенку вы расстались? В районе 4 лет. Это была причина наркотики, да? Да, наркотики были причиной. Вот вы с ней разводитесь, и у вас появляется девушка 27 лет. Впоследствии, да. Которая тоже ручку не отводила от наркотиков? Да. Мало того, ее родители знали? Или ваши? Мои узнали впоследствии. И ваши родители пытались как-то помочь, или думали, ну, блажит пацан? Естественно. Пытались? То есть, да. Когда я рассказал, ну, сразу же, можно так сказать, забили все колоколы, и началось первая больница лечение. А ее? Или она считала, что нет проблем? Впоследствии, по моему примеру, она тоже... Вы ее туда положили? Да. Как вы считаете, бывают бывшие наркоманы? Да, бывает. Сколько вы лет уже не употребляете? Два года. Два года. Не тянет? Нет. А к алкоголю как относитесь? Отрицательно. Скажите, вы москвич, а что у вас есть? Куда невесту приведете? Что подготовили для семейной жизни? Ну, у меня есть квартира, но с родителями я, правда, живу в трёхкомнатной квартире. Вот. Но, естественно, я с родителями не планирую жить. То есть, ну, на данный момент я живу, я снимаю квартиру сейчас на данный момент, я живу не с родителями. А вы зарабатываете чем? Я являюсь руководителем спортивной реализации, это антинаркотический союз, национальный антинаркотический союз. Ну, там, ну, платье-то благотворительная, общественная работа или всё-таки зарплата? Ну, я получаю зарплату. А на что хватает? Снимать квартиру, кушать, одеваться, заправлять машину мне хватает. Парни, а вы? Мы друзья. Мы нахлубники. Бориса вместе занимаемся с ним спортом. У вас не было этих проблем? Нет, у нас не было этих проблем. У вас тут не было. На самом деле, этот вариант не её. Почему? Потому что она видит в нём... Свои прошлые отношения. Да. Да. И тут уже однозначно нет. Скоро лето, пора подумать о фигуре. Вам в помощь диета Елены Малышевой. Еда для стройной фигуры. Просто ешьте и худейте. Пусть ваши мечты исполняются. Обращаясь к Инне, вот ваши чувства сейчас. Вы хотите в эту жизнь погрузиться? Человек сильный сам себя вытащил. Почему? Страх пришёл. Но это не ваша история? Я хочу, да, я хочу... Да, говорите, девчонки, что... Зачем возвращаться на тебя в прошлое? Она только эту страницу перелеснула, и опять снова в это окунаться. Я бы тебе, честно говоря, не советовала. Всё заколотила. И всё-таки мне нужен немного другой мужчина. Упределенный. Ей нужен под стать ей. То есть ей нужен мужчина сильный. Я безумно счастлива, что вы сейчас ничего не употребляете. Это... Я понимаю, насколько это сильно. Насколько... Как вам это далось? Я восхищена вами. Я вас понимаю, Борис. Больше позитива. Это уже пройденный этап. Тепла. Тепла, солнце надо. Конечно, у Инны есть страх. Жить на пороховой бочке. И вы никогда не вернётесь? Или не знаете? Как вы себя чувствуете? Чувствуете себя... Куда не вернусь? Вот в тот ад, в котором были. Нет, конечно, нет. Да? Больше никогда. Я просто для тех, кто сейчас молодые смотрят вдруг случайно нашу программу. Ребят, включайте мозги, когда вы в раннем возрасте. Верьте родителям, близким друзьям, опыту других людей. Если вам говорят, не надо пробовать, не надо пробовать. Потому что потом всё может быть не очень гладко. Лариса правильно говорит, что не нужно экспериментировать. Борис, я вам желаю счастья. И я очень хотела бы вас видеть ещё у нас на программе. Я думаю, будет огромное количество откликов на вас, что вы пришли. У вас есть три бонуса. Свидание наедине, семейная традиция и скелет в шкафу. Что вы выбираете? Скелет в шкафу. Ой, вам недостаточно. Какой же ещё может быть скелет? Просто даже не могу... Опаньки. У вас тюремный срок? Да, два года я отсидел. Какой статье? Наркотики. Распространение? Употребление, хранение наркотиков. Вот смотрю на неё, на вот этого ангела, и на него. Дают возможность... Вместе они никак не... Они не уживутся, и вообще даже в априори не может быть никакого союза. Знаете, даже самым страшным преступникам дают возможность начать всё заново. Дают возможность, дают шанс. Поэтому мы не судьи вам. Вы молодец. Я вами горжусь. Вы молодец. Вам счастье. А сюрприз приготовили? Ну, есть небольшой сюрприз. Давайте, показывайте. Ну, мужик реально заслуживает аплодисментов. Потому что он из ада этого вернулся. Это, конечно, позитивно. Да. Ну, свою работу я покажу, скажем так, на данный момент. Я занимаюсь боевыми искусствами, кикбоксингом в частности. Тройчку. Теперь это как выглядит в бою. Ей бы в театр куда-нибудь сходить, понимаешь? А не кикбоксинг смотреть. Блок. Ещё раз. Нырок, нырок. И болтовой. Давай. Справа начни. Давай. Нырок. Не делай. Справа. Нас. Ещё. Ещё раз. Ещё два. Просто удар ногой. Спасибо. Спасибо, парни. Отправляйтесь в свою комнату. Спасибо. Данна и Маргарита. У вас глазки поблескивают. Вам понравился Борис? Ну, человек он хороший, да. И я верю, что бывшие наркоманы бывают, но всё зависит от человека. А вы бы попробовали начать отношения? С Борисом нет. Почему? Ну, потому что, во-первых, это не мой мужчина. И я уверена, что это не тот мужчина, которого хочет Инна. Да, а вам понравился Борис? Есть очень много факторов, которые лично меня смущают. Какие? Ну, вот, например, тюремный срок. То есть, где гарантия того, что через год, через полтора он может сделать подобное? Я вас рассмешу, но даже у вас нет гарантии, что через год, через два вы не попадёте в какую-нибудь передрягу. Да, вот честно говоря, у неё даже нет гарантии, что она что-нибудь натворит. А как вам жених? Хороший парень. Правда, хороший. И чувствуется, что действительно хочет бросить, забыться. Он уже бросил, да? Да, вот до конца забыться и благородно, что он действительно своим примером помогает. Ну, так, может быть, попробуйте. Я не хочу возвращаться. Роза? Я даже его вообще не рассматриваю с точки зрения жениха, потому что невеста уже не согласна, и у меня таких невест нет. Это абсолютно мой пассажир был до 35 лет. Просто мой пассажир. Он мне понятен, и я понятна ему. Но вы другие деревья. А что звёзды? Ну, в первую очередь, ему, конечно, нельзя бросать спорт, потому что спорт его гармонизирует. Но главное, что Луна в Скорпионе, и она, конечно, даёт ему стремление иногда до дна, понимаете, опуститься, испытать какой-то серьёзный психологизм, испытать других людей, покопаться в чужой душе как следует, безусловно. И ему, конечно, нравятся и молодые люди, и дети, поэтому он склонен к тому, чтобы интересоваться психологическими вещами. Это область его интереса. Я бы даже сказала, иногда игры. Но ни в коем случае нельзя играть. Вот опасность у этого человека от игры абсолютная. Каждые где-то 4,5-5 лет у него происходит период перелома, переосмысления. Вот этот период всегда надо перешагивать для того, чтобы не сорваться на какие-то проблемы. И что самое главное в личных отношениях, я хочу сказать, что у вас несколько разные чувства. У вас может быть дружеское взаимопонимание сильное, потому что вот его, как бы лунная составляющая внутреннего мира и ваша, вы очень сильно чувствуете друг друга по-дружески. Вот. Но если говорить о физическом понимании, то ваши вкусы и его, они стоят на абсолютно противоположной ветве. Спасибо. Он хочет свободную более женщину. Ты со мной, но ты свободна. Как девушка вообще, Борь? Понравилась? Да, девушка интересная. Проходите, знакомьтесь. Инна, привет. Меня зовут Павел. Очень приятно познакомиться. Это тебе. Павел. 29 лет. Фотограф. Владелец интернет-магазина. Увлекается спортом, коллекционирует монеты, предупреждает, что любит поесть. Мечтает выиграть крупную сумму денег. Павел считает, что отношения с возлюбленной испортились после того, как на него навели порчу. Надеется, что встреча с Инной не принесет ему разочарования. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы как после свадьбы, с бабочками, прям такие все. Ну давай, поженимся, приехали. Это приятно, это очень приятно. С такими, передать, подарками. Да. Я родом из Башкирии, получается. Наш край славится медом. Тут башкирский мед. Боюсь, не донесем. Спасибо вам. Спасибо большое. Про порчу давайте. Павел, вот сейчас модно. Как только в отношениях трещина, сразу бегут к кисновидящим, гадалкам, склонные сваливать все на какую-то порчу, заговор. Вы с чего взяли, что на вас кто-то это навел? Мы с девушкой жили вместе. И по приходу, получается, домой, я обнаружил над кроватью в комнате нитки, белые нитки, получается. Может быть, это были ее посидевшие волосы, вы так ее терзали в этой кровати, что они запутались? Нет. То есть, был момент, получается, я очень внимательно отношусь к мелочам. И над кроватью, получается, были белые нитки, которые были прилеплены скотчем. То есть, по вопросу о том, что это такое, она ответила, я не знаю. Я у нее спросил о том, что кто-нибудь был у нас дома, она сказала о том, что была подружка. То есть, грешным делом я подумал на нее. То ли завистница, то ли я и панк... Они вместе жили, да? С девушкой, да, мы уже вместе жили, получается. Вот. Потом я эти нитки сжег. Спустя какое-то количество времени мы начали ссориться. Ну и в конечном итоге мы расстались. Ну, знаешь, как бы тоже перекладывать ответственность за то, что я ругался с девушкой на какие-то нитки на скотч. Ну, блин, по мне это... Спустя какое-то количество времени пришел я, получается, к дедушке, и он мне говорит, ты почему, говорит, так похудел? А вы прямо килограмм на 20? 20 килограмм я спустил. При этом чувствовали себя хорошо? Нет. А, то есть не просто похудели, но еще плохо себя чувствовали. Да, плохо. А то, думаю, если чувствуешь себя хорошо и худеешь, где эти взять ниточки, да? И? После этого мы поехали к деду, который снимает, получается, порчу. Это ваши родители уже забили в колоколы? Нет, это все дед. Сердобольный дедушка ваш повез к другому дедушке. К другому дедушке. Чтобы тот про вас все рассказал. Да, получается, я приехал туда. Захватил с собой 7 фотографий разных людей абсолютно. Да, разных людей. И самое интересное, получается, этот дед показал именно на эту, получается, девушку, подружку. А чем же вам насолила-то так она? Может, она вас хотела? Ну, наверное, скорее всего, очень сильно хотела. Да, либо подружка хотела. И она хотела, чтобы ваши чресла превратились вот в такие белые ниточки. Наверное. Висящие на стене. Ах, а она паразитская. Как сейчас узнаешь. Да. То есть неизвестно. Ну, с этим делом все в порядке? Все в порядке. Она не накаркала там? Все нормально, все отлично. Ой, ну, хорошо. Все замечательно. Ну, она с ним, вот Лариса, разговаривает, как, знаешь, там, все нормально, все спокойно. То есть не как с мужчиной, там, который пришел, там, кадриться. А как с таким мальчиком, который, ну, вот, ты не волнуйся, все хорошо будет. Хороший мальчик, присмотритесь. Вот надо было не к дедушке, а на сайт двоеточка ТВ. Вот точно тогда все было бы хорошо. Линочка, а у вас два бонуса. Семейная традиция и минута наедине. Семейная традиция. Моя семейная традиция не жить в гражданском браке. Хороший мальчик какой, ну, ты смотри. То есть, если что, Инка сразу под венец. Сразу под венец. А сексом? Тоже после брака? Ань, ну, вот, об этом я думаю промалчив. Ну, смотри, слушай, а он говорит, ну, не жить в гражданском браке. То есть, ну, серьезно, сразу же в ЗАГС можешь венчаться хочешь. Ты видишь, что говоришь? Значит, он настроен на серьезные отношения. А сюрприз приготовили? Да, сюрприз. Показывайте. Инна, я очень люблю стихи Есенина. И мой друг будет рассказывать стих, а мы с тобой потанцуем. Заметался пожар голубой, Позадбылись родимые дали. В первый раз я запел про любовь. Слушай, Ром, что тут стихи еще так амбаксировали? Был я весь, как запущенный сад. Был на женщин и зелия падки. Разонравилось пить и плясать. И терять свою жизнь без оглядки. Мне бы только смотреть на тебя. Видеть глаз златокарий омут. И чтоб прошлое не любя, Ты уйти не смогла к другому. Поступ нежная. Легкий стан. Если б знала ты сердцем упорным, Как умеет любить хулиган, Как умеет он быть покорным, Я б навеки забыл кабаки. И стихи бы писать забросил, Только тонко касаться руки И волос твоих светом восемь. Я б навеки пошел за тобой, Хоть свои, Хоть чужие дали. В первый раз я запел про любовь, В первый раз отрекаюсь скандалить. Хорошие мальчики, спасибо большое. Проходите. Пойдемте. Нет, любимый, уже в свою комнату. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ой, девчонки. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Да, спрашиваю быстренько, Серега, Сережа, Сережа, не женатый? Нет, девушек есть? Двое детей, скоро будет третьим. АПЛОДИСМЕНТЫ Жена хорошая. Да, девчонки, двое детей, потому что, смотрю, вы прямо... Ну, хороших парней быстро разбирают. Да, да. А этот, видите, Пашка, ты тоже хороший парень. Смотри, как у нас... А вы внешне похожи, знаете об этом? А этот хороший знак. Правда? Да, это внешне очень важно. Прямо подстать друг другу. Как тактильное ощущение? Вы танцевали вместе. Как ты почувствовал ее? Она очень интересная девушка, очень красивая, да. Давай поженимся в вашем мобильном. Советы от наших экспертов в любое время по телефону 0736. Пока реклама. Смотрите, какой... Хороший парень. Да, 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 да. Главный подарок. Сюрприз. И разница в возрасте, два года. А я, Нечка, не поняла, вы сами сейчас в Москве, где вы сами-то? В Москве. А поедете в Башкирию? Там шикарно. Замечательно. Ну, это все обговаривается. Она не сказала нет, и это уже хорошо. Это все обговаривается. Хороший, легкий. Будет хорошим мужем, мне так кажется. Традиции. Видите, к дедушке пошел, а не к какому-то другу там. В меру наивный. И это тоже приятно. Не пуганный. Не пуганный. А вам уже хватит вот это... Тащите мужчин с прошлым. А звезды что, Тамарочка? Типичный близнец. Человек, который достигнет многого в деле, которое он любит, которым он служит, которым он будет заниматься. Всегда будет учиться, совершенствоваться и стараться достигнуть успехов в профессии. Ему повезет. И в творческих, игровых каких-то вещах. Но самое главное, вот что говорить в отношениях. Здесь может реализоваться, вот в таких отношениях, ваша душевная составляющая. Видишь, какая улыбка. Она расцвела. Она расцвела, она очень красиво улыбается. Тамарочка, можно вопрос? А правда, что все близнецы изменяют? Ну, это все-таки двойственный знак, поэтому им интересно все. Они вот, понимаете, как бабочки, они видят и там, и здесь, и тут полетел. Но у него другая проблема. У него-то Венера в тельце. Понимаете? Это мы не понимаем. То есть не будет изменять? Вот это другое. У него Марс в раке, Венера в тельце. То есть, с одной стороны, это гармония для него самого, а с другой стороны, он человек действительно очень домашний и требует вот такого прочного семейного подхода к отношениям. Но в отношениях, вот здесь вот хочу, к сожалению, разочаровать, через год возникают проблемы в отношениях, потому что он очень увлечен своими делами. И все время метания между духовным и материальным способом самовыражения будут. Кстати, отчасти она права. Да, есть. Да. Да, она права. Знаете, забыл-то. Оказывается, он хочет выиграть большую сумму денег или по батарею, там уж не важно как. Думаю, ну вот молодец, какой мечты. Ну вот, кстати, его историю про порчу. А потратить-то как? Построить площадки во всем городе. А вы знаете, у него, так сказать, есть хороший аспект, который говорит, что частично у него женщины будут отнимать деньги и чужие желания, а частично он действительно очень сильно преуспеет в том, чтобы заработать. Деньги будут иногда приходить большие. Видишь, какие разные близнецы. А мой муж-близнец у меня все отбирает. Она сказала, что женщины будут отнимать в тебя деньги. Это что значит? Я думаю, что ты сам не позволишь этого. У вас еще есть один жених. Проходите, знакомьтесь. Инночка, привет! Ты блистательная, удивительная девушка и заслуживаешь всего самого необычного. Поэтому даже цветы, которые я хочу тебе подарить, они необычные. Они бережно сохранены в стекле и будут радовать тебя долгие годы. Спасибо большое. Вадим, 39 лет. Руководитель макетной художественной студии. Увлекается портретной фотосъемкой и мотопутешествиями. Гордится своим дедом. Мечтает создать музей масштабных моделей. Вадим не смог смириться с тем, что жена перестала быть для него хорошей любовницей и предпочел остаться с ней друзьями. Надеется, что для Инны он всегда будет желанным мужчиной. Здравствуйте. Здравствуйте. Удивительно, как красиво в жизни ведущий выглядит. Примите, пожалуйста, наши подарки. Мы с моей подругой, флористом, создали каждый букет, учитывая каждого персонажа и каждого ведущего. Это розочки, я так понимаю, да? Да. Нет, это вам. Это вам красный букет. Колюшки тебе, Ларис. Да, это Ларис. А Тамаре такой жизнерадостный. Красивый букет. Тамара, я? Спасибо. А я думала, я колокольчик, и мне вот это вот голубое... Ну ладно, хочешь поменять? Нет, я не хочу, не надо, зачем? Мне безумно нравится. Конечно, да. Ну что же, я колючка. Спасибо. Первый образ, нормальный, порядочный. Может, силы сразу. Ну да, молодец, да. Вадим, вот мне нравится. Это про женскую сексуальность. Вам хорошо, мужчинам говорить. А у нас ведь, помимо того, что мы вас должны там развлекать и показывать вам небо в алмазах по ночам, дети, готовка в магазин забежать, продукты купить, убраться, себя привести в порядок, с подружками поболтать, уроки с детьми сделать. Ну вы прямо такой наивный. 9 лет, значит, она все было хорошо, все развлекала, потом устала. Вы знаете, у меня с женой очень теплые дружеские отношения, мы очень дорогие для друга люди. Ой, да-да-да, и сейчас заплачь от умиления. Нет, дело не в умилении, мне кажется, это просто адекватная реакция. Как мой приятель сказал про свою жену, говорит, все хорошо, осталось полюбить. Может быть, просто срок достаточно большой, любовь трансформируется в дружбу, а люди хотят любить дальше. И поэтому иногда имеет смысл разойтись. Хорошо, а какие были попытки с вашей стороны реанимировать вот эту самую чувственную сторону? Вы знаете, ну мы очень хорошо жили, и никаких особых у нас не было ссор, скандалов. Он хочет удивить, а у него не получается. Я думал, что получится, может быть, дальше. Вопрос лишь в том, что вот яркость чувств, любовь, люди могут жить очень долго вместе, но вот этот жуткий огонек мертвичинки в глазах, когда они вместе из-за чего-то, да, из-за ребенка или из-за того, что они когда-то любили друг друга, нужно закрыть дверь и уйти дальше. Нет, нет, это неправильно. Любовь-страсть перерастает в любовь-благодарность. Прекрасно. У меня такое впечатление, что почувствовал кинули. Две раза. Нам тоже хочется любви. И мы понимаем, что я уже не могу, например, или там вашу так же сжечь, как в первые годы. И умный мужчина это понимает. Безусловно. Вопрос уважения удивительный. Я бы вам ответил с словами Ахуджавы. Да, да, милый. Ведь отношение двух людей – это небольшое королевство, царство. И он написал очень красиво, что вселенский опыт говорит, что часто гибнут царства не потому, что труден быт или страшны мытарства, а гибнут царства от того, и тем больнее, чем дольше, что люди царства своего не уважают больше. Поэтому вопрос уважения. Значит, вы ее перестали уважать, а дело не в сексе. Или она перестала уважать то, что для него уважаемо. Люди перестали уважать свои чувства друг к другу. С одной стороны, может быть, как-то умно выглядит, красиво. Ну и что, развелись его все тяжкие? Стали наверстывать? Нет. Дело в том, что я очень ответственно отношусь к выбору. И мне кажется, что как раз 9 лет в совместном браке они как раз показывают, насколько важна стабильность, насколько важно, чтобы человек был твой, что ты в него можешь вкладывать. Вы посещаете много всевозможных клубов знакомств. Ну и как там? Есть достойные девушки? Не много, но вы знаете, нет. Девушки, безусловно, потрясающие тем, что они хотя бы что-то делают, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Не сидят дома и не ноют, а ходят по этим клубам. И люди там хорошие. Но мне нужно что-нибудь, понимаете, более блистательное, вот как наша героиня. Женщина как цветок, она должна быть немного распущена. Я поняла, что в клубы знакомств приходят просто неудачницы. Не в коем случае. Они не блистательные, выглядят не так. Нет, просто я сама в этом хочу понять, что вам мужикам еще надо. Что еще надо доделать. Сказать что? Ну, я поняла, Ио, Энджи, мои нервы. Ну, это, безусловно, немножечко должно в женщине присутствовать. Если она такая утонченная, понимаете, в туалете используют серпантин вместо туалетной бумаги, то есть это все не для меня. Что делать? Мне нужно что-то такое более веселое, более бесшабашное, более зажигательное. Ну, в ее взгляде нету ничего такого, чтобы заинтересованность. Нет, нет заинтересованности. Какие у вас были обязательства в семье? Вы знаете, у нас очень хорошо было распределено в семье быт. Я занимался практически всем. Была нянечка, был повар. И моя любимая жена приходила из института. Сколько вы зарабатываете? Даже у меня нет ни нянечки, ни повара. Вы знаете, в Угланово в то время это было совершенно несложно сделать московское зарплату. А должность какая? Бизнес? Что у вас там? У меня своя макетная мастерская. Я создаю модели, макеты, достаточно хорошие, оплачиваемые. Ну, после дележа все в порядке нам? Денег-то хватит? Нет никакого дележа. Нужно все отдавать девушке своей. Значит, ничего не осталось, что ли? В смысле? У вас сейчас, как у жениха, что есть? После дележа, на котором все отдали. У него есть крылья сзади, которое мешает ему сидеть. Да, даже шорох крыльев. Ну, он же не будет все отношения, всю совместную жизнь вот так вот себя вести. Вот удивительно, когда люди говорят, что девушка должна уметь готовить, уметь убираться. Мне так смешно это. Девушка должна только одно уметь. Я сам приготовлю, я сам уберусь, я сам все вымою и сделаю. Только одно надо уметь. Девушке это, так сказать, быть ласковой со своим мужчиной. Вызывать у вас желание. Больше ничего не надо. Ура! Как он соскучился по этому делу. Все равно бывшая жена, она в любом случае не даст покоя семейным отношениям. Да, она постоянно его будет дергать, постоянно будет напоминать. Плюс ко всему еще и ребенок. То есть это немаловажно. Ну, прям идеальный жених, я даже и сомневаюсь, нужно ли еще о чем-то говорить. Ребята, у вас осталась минута наедине, поэтому вы проходите, постарайтесь не собеременеть в эту первую минуту от счастья. Мне кажется, тебе подходит какой-нибудь яркий, веселый, интересный мужчина, какого бы ты хотела видеть рядом с собой. А ты яркий, веселый и интересный? Я очень на это искренне надеюсь. Но в твоих глазах я вижу какое-то такое легкое, может быть, осуждение или какую-то, может быть, даже надменность. Нет, я не осуждаю. Это просто постановочный взгляд такой. Нет, это не постановочный взгляд. В общем, это взгляд в мою жизнь такой. Нет, я присматриваюсь на самом деле к себе. Ну, прям такой сказочный. По поводу сексуальности я хочу сказать, сейчас я никого не обижу. У него достаточно длинный торс по отношению к ногам. И у Инны. Это говорит о гиперсексуальности. Ну, вторая чакра открыта. Да, у обоих. Чем выше ноги у мужчины, тем он асексуальнее. Поэтому ноги должны быть у мужчины коротковатые, короткие. Нет, я просто читала. Это же не моё умозаключение. Я читала об этом. Нет, я не считаю так вот, но у меня всё... Я абсолютно не согласна, потому что... Нет, это же не моё умозаключение. У меня был совершенно другой опыт. Нам надо один раз, что подтверждает. У меня первые и третьего мужа были очень длинные ноги. И вы себе не представляете, какие-то мужчины, особенно третьи. В смысле? Может быть, вы просто без претензий, Тамара? Да как вы? Да? То есть, вы из нашего союза. Как раз там ты делаешь, что... Тамара, вот надо было столько прорактов. Потому что всё-таки претензии есть. Моя птица, так вы наша. Боже. А сидите такая, всякая джачке. Ну, это вам просто исключение исправить. А что, представляешь, деньги дают, ничего не надо, только хочу. Ни требований никаких. Ну, я думаю, гонит. Мой тоже сначала сказал, Ляльчика, вот женюсь об одном мечтаю, чтобы ты сидела всё время, дула на свежий лак и говорила, котик, посуду мыть не могу, ногти, ногти. Но вы же сами знаете, как близнецы переменчивы мнения. Он сегодня говорит одно, а завтра другое. А он не близнец? Нет, он козерок. То есть, он вот если говорит, значит так и будет. Больше того, у него Марс Стрельцы, вот прямо так сказать, в первом доме. Он всегда выражает то, что думает, если хочет скрыть даже. Там, а ты не припашек, да? Не припашек, это мой. Не сможет скрыть. А я к тому, что у них есть физическая совместимость у этих людей. Так это видно. Мне кажется, что ты очень много пережила. У тебя было очень много в жизни тяжёлых ситуаций. А я всё-таки больше такой, знаешь, весёлый человек. У меня не было никаких проблем, по большому счёту. У меня очень много хороших друзей. И мне хочется тебя в этот мир побыстрее забрать, понимаешь? Из меня не нужно делать жертву. Это было достаточно давно. Это было не сейчас. Это было задолго до нашей сейчас передачи уже, да? То есть, как бы, я давно уже всё это пережила. Я очень восхищён тобой, и мне хочется подарить тебе небольшой сюрприз. Я уверен в трёх вещах. Что ты, безусловно, любишь ювелирные какие-то вещи. Ты оценишь то, что я сделал своими руками. И ты любишь автомобили. Поэтому я хочу подарить тебе сделанную лично мной модель первого рука. Русского автомобиля, Яковлева Фреза. Это, скорее, даже карета, которая ездит без лошадей. Спасибо огромное. Мне очень-очень приятно. Очень красиво, правда. Спасибо. Но вы знаете, он всё-таки постоянен. Но у него действительно вот желание вот этих перепадов выиграть. Сороковник у Экарева переклинил по поводу секси. То постоянство, понимаете, да? То, наоборот, желание очень молодого чего-то. Проходите. Иночка, что-то я не пойму. А где жених, который должен ещё вам сюрприз показать? Остался там. А вот это что у вас, рука? Подарил мне вот такую интересную модель. Так он у тебя сюрприз. Вот эту модель. А, это ты ездите. А что это такое? Это моделька первого автомобиля. Он сделал её своими руками. Что ты говоришь? Какой затейливый. Он ещё и рука не умеет. Спасибо вам, дорогие свидетели. Проходите в комнату. Дана и Маргарита. Ну что, мне жених, честно говоря, очень понравился. Да. Потому что единственное, но мне кажется, этому мужчине нужно бесконечное какое-то шоу, бесконечный праздник. То есть ему вот... Возможно, хорошо, он же не говорит, что она должна быть с утра. Я назову тебя Зоренькой, только ты рано вставай. Я назову тебя Кошенькой, только ты всё успевай. Поэтому к ней никаких требований. Только люби. А через лет пять, так если не завидуете? Нила, не завидуйте. А что надоедать? Будете менять такое бельё, такое бельё? Ну если надоест, как я уже сказала, у него с имуществом всё в порядке. Оставится. Не на кладе останетесь. Как минуты наедине? Целовались? Нет. Нет? Не целовались. Очаровательный. Видно, что нервничал. Это тоже очень приятно, когда нервничает человек. Видно, что переживал. Понравился? В общем, да. А тебе? Мне вообще. Бальзам на мои старые уши. Как, Вадим, понравилось тебе место? Выйдешь? Ну ты знаешь, блистательная такая девушка. Конечно, в поиске долго нахожусь, но действительно, логический красивый конец можно поставить. Вот ему 39 лет. Вас спущает 12 лет. Разница в возрасте? Нет, замечательная. Прекрасная разница. Он, судя по всему, без дурных привычек выглядит блестяще. А какие адресные букеты подарил? А вам какой прекрасный подарок? Ну, надо немножко посексуальнее быть, а то ты прям сжалась. Что, она в первую минуту должна? Нет, она должна хотя бы улыбнуться. Нет, львы всегда строгими внешне кажутся. Ой, Роза уже прямо губки свои поджала. Ну что, когда с собой идет к тебе, пожалуйста? Есть что-то дополнить или уже все? Хочу дополнить, что единственное, что у человека вот есть внутренний перепад. Стремление только к очень серьезным отношениям, то наоборот к детским. Понимаете? И вот с этим все время надо играть. Она безумно привлекательная, красивая, милая девочка. Если ты смог растрогать даже такую звезды... Давайте выбирать, девчонки, кого советуем. Я, честно говоря, тебе рекомендую присмотреться к третьему кандидату. Что вы скажете? Из трех кандидатов, конечно, третий мне больше все-таки нравится, потому что он, во-первых, уже познавший опыт, также не настолько молодой, чтобы делать какие-то ошибки. И действительно, сказанное им, я думаю, что будет выполняться. Мне очень понравился Павел. Легкий. Это второй жене. Второй жене. Легкий, без какой-то такой судьбинушки, без надлома. Легкий молодой близнец. Павел, понятно. Я могу воспринимать только людей, понятно. Я думаю, она выберет меня. Я считаю, что надо брать Вадима, соглашается, обещает. С материальной точки зрения тоже все нормально. Быстро рожаем, все нормально. Мы выделили. Посмотри, как она молодец. А звезды кого рекомендуют? Три варианта очень разные. Конечно, у каждого из них есть свои странности, безусловно. И у второго, и у третьего, и у первого. Вот третий человек, он уже знает, чего он хочет. Он хочет просто любви, потому что все уже было. И семья, и исчерпались отношения, и есть физическая совместимость. Поэтому вам сейчас самой надо принять это решение. Как вы думаете, какое решение оно примет? Кто мы это решение, да, оно, по-моему, не может быть вне всяких сомнений. Женщина непредсказуемая, это я точно знаю. Держи ручку. В любом случае, мы любое ваше решение примем, будем за вас рады. Слушайте себя, надейтесь на нашу поддержку. Проходите. Однажды ударил свою жену Наталью по телу, она всхлипнула. Мне так стыдно, она такая нежная, а я воспользовался своей силой. Отдал деньги жене во время развода и стал требовать их обратно. Кидал на деньги людей. Замышлял против людей непристойные дела в основном из-за денег. Воровал, каюсь. Я предлагаю всем выйти из комнат и поддержать Инну. Привет. Привет, я очень рад. Я решила нисколько с тобой пообщаться и узнать себя просто получше. Если мы не сможем строить с тобой какие-то любовные отношения, мы можем стать хорошими друзьями. Я очень рад, что ты меня убрал. У нас есть пара Инна и Павел. Если вы одиноки, или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Бузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно не сказал вам. Давай, соженимся. Удачи.